Кто знаком с историей отечественной автомобильной промышленности, помнит о крупнотоннажном грузовике ЗИЛ-157. На сегодняшний день этот динозавр выглядит весьма аскетично, тем не менее, машина успешно выпускалась целых 33 года. В последние 13 лет выпуска грузовик выпускался на Уральском автомоторном заводе в городе Уральск, имея индекс ЗИЛ-157КД. Грузовик ЗИЛ-157 создавался, в основном, для армии и успешно там использовался до тех пор, пока конвейер не остановили. Инженеры и конструкторы завода не оставляли попыток создать гражданский вариант машины и в 1976 году на базе ЗИЛ-157 была собрана опытная машина ЗИЛ-43-11. При создании 43-11 инженеры хотели решить сразу несколько важных задач. Во-первых, освежить и улучшить внешний дизайн, устаревший на то время, то есть сделать рестайлинг, если пользоваться современной терминологией. Во-вторых, немного модернизировать грузовик. В-третьих, это ставилось главной задачей – адаптировать армейскую машину под нужды народного хозяйства. По внешности новый ЗИЛ-43-11 отличался обновленным оформлением передка и все внешние изменения пошли на пользу грузовику. Ведь выглядеть он стал намного современнее и привлекательнее. Под капотом сельскохозяйственного грузовика был установлен шестицилиндровый двигатель ЗИЛ-157КД объемом 5,4 литра и максимальной мощностью 110 лошадиных сил. По поршневой группе он был унифицирован с ЗИЛ-130. Вспомним, что на ЗИЛ-157 устанавливался 5-6 литровый двигатель, который выдавал максимальную мощность 104-109 лошадиных сил. К другим конструктивным отличиям можно отнести генератор переменного тока и контактно-транзисторную систему зажигания. На крыше автопоезда появилась сигнализация – три оранжевых огонька. Кроме того, грузовик получил платформу с отступными бортами, что было продиктовано его назначению для хозяйственных нужд. Во всем остальном, это был все тот же 157 с односкатными внедорожными покрышками, колесной формулой 6х6, со сложной трансмиссией с пятью карданными валами, пятиступенчатой коробкой передач и двухступенчатой раздаточной коробкой. В гражданском назначении от ЗИЛ-4311 было бы много пользы, но, по непонятным причинам, как это часто случалось, от проекта отказались. Всего был создан один опытный экземпляр. Но, как оказалось, труды разработчиков не были напрасными и все наработки применили в новой серийной разработке ЗИЛ-157КД, выпуск которого стартовал в 1977 году и закончился в начале 90-х, когда база грузовика для современного времени устарела. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео.